Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео мы с вами обсудим, что сейчас происходит с консолями Xbox One после анонса Xbox Series S. Обсудим, нужно ли сейчас продавать Xbox One X и посмотрим объявление на авито. Как всегда, перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы его хотите поддержать и помочь ему в развитии. Также ловите промокодик на оформление альфа-карты с преимуществами, которое даст вам пожизненное бесплатное обслуживание, ну а также повышенный кэшбэк на акционные товары. Если что, ссылка на оформление будет в описании. И давайте начнем. После анонса Xbox Series S, по-моему, в углу каждого российского геймера произошел некий бум. Хотя, в принципе, не только в России. После этого много кто ринулся продавать Xbox One X, да и не только, в принципе, его. Кстати, напишите в комментариях, планируете ли вы продавать свой Xbox, чтобы покупать новый. Кстати, напишите в комментариях, планируете ли вы покупать свой Xbox, чтобы купить новый. На мой взгляд, вся эта ситуация более чем разумна. И она меня, на самом деле, очень радует, поскольку люди все-таки понимают смысл в консолях и понимают всю эту тему. Дело в том, что после анонса Xbox Series S, Xbox One, Xbox One S и Xbox One X, по сути, морально устарел. И устарел он за счет своего поколения. Да, вы не ослышались, даже Xbox One X со своими шести утерофлопсами он, по сути, устарел. И те люди, которые с пены у рта, мне доказывали, что Xbox One X перейдет в новое поколение, что там шести трофлопс хватит еще на минимум три года, они, по сути, прогадали. И прогадали ровно так же, как и люди, которые под закат поколения взяли Xbox One X на дальнейшую перспективу. Просто уже заанонсировали игры, которые будут только на Xbox Series X и на Xbox Series S. Xbox One поколения там уже не будет. Опять же, это не абсолютно все игры, но так или иначе, список таких игр будет с каждым годом только пополняться. То есть, в наше время оставаться на Xbox One или на Xbox One X немножко неразумно, если вы все-таки хотите поиграть во все новые игры. Также хочу отметить, что версия Xbox One X, несмотря на свои, опять же, шесть трофлопс, о которых много кто мне говорил, она не будет поддерживать новые технологии по типу трассировки лучей и не сможет вам выдать игры в 120 FPS. У Xbox One X останется лишь поддержка 4К разрешения. Кстати, глянем на ВИТО, что же там творится. Так, мы на ВИТО, и давайте наберем Xbox, Xbox, ну давайте сразу Xbox One, чтобы он нам не выдавал Xbox 360. Так, что мы видим здесь? Мы видим пока рекламу, и оба-на, Xbox One X за 23 тысячи. В принципе, ценник неплохой на Выхина 9 минут назад. Видимо, этот парень уже узнал, что Xbox One X морально устарел. Также 4 часа было объявление на Xbox One S 3 игры плюс 2 геймпада. Ну, кстати, вот за 15 тысяч S-ку, наверное, уже дорогой вариант, при условии, что серия S-S вы сможете взять за 27. Как вы знаете, наверное, цену на S-ку, на FAT и на S я бы дал где-то, наверное, в районе 10, не больше, потому что, в принципе, за 15 тысяч в магазине вы уже можете найти новое. Да, конечно, не Rostest, но так или иначе. Так, опять Xbox One S за 15 тысяч. Кстати, когда объявление было? Часно, за 3 часа Xbox One, наверное, тоже One S. И 11 тысяч, вот 12 тысяч за S-ку, в принципе, сколько здесь гигов, интересно. Так, джойсик коробки 500 гигабайт, ну, это на самом деле много, мне кажется. Ну, я бы, наверное, не купил бы за такую цену. Вот, потом Xbox One за 9 тысяч. Это, в принципе, такой довольно-то хороший подарок, если ты вообще не играл в игры от Xbox One. Есть игры, айтин джойсик, любые проверки, без торга. Единственный вариант, вот, опять же, если игры на консоли, то, в принципе, по щелчку пальцев они могут потом пропасть. Поэтому можно, мне кажется, торгануться, несмотря на то, что... Опа, Xbox One X за 12500. Вот это, кстати, очень вкусное предложение, особенно для тех, у кого есть 4 котелек, так как у него произошла ошибка. Единственный нюанс, приставка не запускается, вот ошибок прилагаю в мастерской, сказали про проблемы с винчестером. Все, минус. Просто, просто минус. Так, 10 фатка. Ну, вот это уже более-менее приемлемая цена. Более-менее приемлемая, потому что 7.8 был бы вообще шикарно. 1 терабайт 17500, это слишком дофига. Xbox One с кинектом 20 тысяч. Ну, это уж вообще прям... Просто капец. Так, опа. Лимитка. Герс 5. 30 тысяч. 30 тысяч. Ну, это вообще, на самом деле, ни в какие ворота не лезет, поскольку, опять же, серия S стоит 27. Но, опять же, мне кажется, ребята ориентируются на тех, кто не шабит в консолях, и на тех, кто, типа, лимитка. Ого-го-го-го. Итак, Герс 5 в отличном состоянии покупался в ноябре, использовал всего 2 месяца. В комплекте приставка, бла-бла-бла, все покажу, расскажу, самовысь... Ну, блин, ну, 30 это слишком много, несмотря на то, что лимитка. Красивая лимитка, спору нет, но так или иначе, 30 тысяч лишь за окраску. Но это... Это не очень. Так, 500 гибайт 17 тысяч. Блин, нифига себе. Неужели люди не понимают, что вышло, как бы, серия SES, и нужно как меньше скидывать цену, чтобы быстрее продать? Ну, не знаю. Так, Xbox One, X Scorpio 36 тысяч. Почему 36-то, ё-моё, это ж вообще, типа, 22 игры? Так, затёртый, коробка, правда, чек в наличии. Вот, кстати, серия SES, ой, как его от Scorpio, он, по сути, чек-не чек, гарантия на него по-любому уже истекла, и, то есть, чек, он, по сути, не нужен. С приставкой плюс 22 игры, 2 игры в цифровом варианте, и наушник для чатов. Тут, кстати, 20... Вот диски, то что, это, в принципе, нормально, вы можете их потом продать. Ну, блин, ценник в 36, это много. Я понимаю, что это Project Scorpio, это, в принципе, лимитированное издание, по-моему, самое первое лимитированное издание консоли Xbox One X. Ну, блин, 36, ну, это нереально дорого, потому что за 45 ты можешь купить уже себе Xbox Series X. Ну, как, пока не можешь, потом сможешь. А, текст, текст, опять терабайт. Ну, короче, многие оценили Xbox S и FAT где-то в 13 тысяч, что, в принципе, нормально, но, опять же, дороговато, потому что есть Series S. Выйдет Series S, которая будет стоить 27. Давайте сейчас вобьем Xbox One X и посмотрим, сколько объявлений здесь и какие они. Так, X у нас 30 тысяч, тоже, на самом деле, дофига. Вот, я понимаю, что лимитка, в принципе, не такая поздняя, она вышла прям совсем недавно, но, блин, 30 тысяч за консольного поколения, это уже много, так скажем, парень прогадал. Кстати, насчет версии Cyberpunk, на мой взгляд, это был последний шанс вообще продать Xbox One X и, так скажем, достигнуть пик продаж старых консолей. Поскольку многие не понимают в консолях, они, видимо, не знают, что консоли делятся по поколениям и, так скажем, применяли логику железа, что, капец, там, 6 старофлопс, это все-таки намного мощнее, чем Xbox One S. И, в принципе, если я куплю, я его куплю на долгосрочную перспективу. Тем более, данная версия, она красивая и имеет свои фишки. Но, по факту, те, кто все-таки повелись на это и купили под закат поколения Xbox One X Limited Edition, рассчитывая на то, что они будут играть в новые игры, они, по сути, прогадали. Майки, в принципе, тоже секут фишку и поэтому они в последний раз выпустили такое вот классное лимитированное издание. Так скажем, к дизайну претензий нет, но дело в том, что данная консоль под закат поколения, она уже бессмысленная. 23, ну, тоже такое. 12500, это, по-моему, тот парень, у которого ошибка, если не ошибаюсь. Опять то объявление, которое мы смотрели. 30... А, нет, вот это мы смотрели. А, нет. Туплю, сорян. Тяк-тяк-тяк. 21 час назад, 6 часов. Кстати, здесь есть можно... А, вот. По дате, по дате, ну-ка, ну-ка. Сколько в минуту продает Xbox One? 14 минут назад, 36, 42 минуты, 1 час, 1 час, 3 часа. На самом деле, я, конечно, не слежу за объявлением на вид, но, на мой взгляд, все-таки объявлений стало намного больше, потому что все-таки парни прочухали, что нужно распродавать свои Xbox One, копить на новые поколения, и, в принципе, 4 часа, 4 часа, 5 часов, 6 часов, 7 часов. Короче, выбора, на самом деле, дофига в разных районах и тому подобное. Опять же, мой, по-моему, стоит по всей России. А, нет, по Москве, по Москве. Ну-ка, давайте по всей России, может быть. Посмотрим, как здесь объявления. Так, 4 минут назад, 7 минут, 14, 19 минут назад, 20 минут. Но, знаете, на мой взгляд, все-таки объявлений много. Опять же, я не знаю, как меркам Авито, но просто складывается такое ощущение, что реально его продают там чуть ли не каждый час новые объявления. Я не знаю, можно ли обновлять данные объявления, но, в принципе, вы можете сами видеть ситуацию, что люди все-таки шарят в том, что с консолями надо прощаться и покупать новые, потому что новые практически во всех планах лучше. Кроме, наверное, то, что Series S не может поддерживать 4К разрешение, а One X может. Но, опять же, в данном случае, я, наверное, выберу все-таки новые игры, нежели просто разрешение. Кстати, мне резко стало интересно, а продаются ли сейчас Xbox Series S, ну, мало ли там в цели обмана или что-нибудь такое. Series X. Ну-ка. Series X по всей России. Опа. Опа-опа-опа. Так, два объявления, один бесплатно за 45, ну-ка, Xbox Series X, это как его, за 45, Авито, и... Чё это, ну-ка, это, это сам буфер или чё это за деревянная хернюшка-то? Кстати, а, тут, тут рофл. Нет, нормально, парень сделал, шутеечку. Кстати, похоже, похоже, споров нет, почему нет, 45 и цена, поставил бы 590, поверил бы. Насчёт ответа на вопрос, а стоит ли вообще сейчас продавать Xbox, чтобы брать Xbox Series? На мой взгляд, пока стоит, пока не рухнула цена на все Xbox One. Плюс, уже сейчас можно метить на Xbox Series, поскольку это всё-таки вклад в будущее, который вам позволит играть во все новые игры, которые выйдут в будущее. Да, если покупать там Xbox Series S, она, в принципе, вам не позволит играть в 4К разрешение, как позволил бы Xbox One X, но тут нужно выбирать. Либо вы доплачиваете на Xbox Series X и играете в 4К разрешение, на котором играли, либо всё-таки забиваете на разрешение и играете просто в новые игры с трассировкой лучей, 120 FPS, но на Xbox Series S и опять же без того разрешения. Отвечая на вопрос, а кто тогда Xbox One вообще купит и кому он будет нужен после Xbox Series S, ответ очень прост. Тем, у кого маленький бюджет и тем, кто не гонится за новинками. Просто поймите, что мы все люди разные и у всех у нас разные потребности. Кто-то до сих пор сидит на Xbox 360 и рад этому. И чтобы купить, например, консоль Xbox One, да, по дешевке, там, тысяч за 10, для него это просто офигенное решение и он возьмет его с двумя руками и будет рад. Кстати, те, кто покупает Xbox One, будьте очень внимательны. Во-первых, проверяйте полностью консоль на наличие подключения к интернету, не забанена ли она, ну, а также обратите внимание на игры. Просто, если игры установлены на консоли, не на дисках, то 99%, что они в будущем у вас могут просто исчезнуть. Люди, которые сейчас продают Xbox One, я думаю, что они все-таки нацелены на то, чтобы купить Xbox Series. А в Xbox Series есть обратная совместимость и не думаю, что эти люди захотят расстаться полностью со своей библиотекой игр, которые они покупали ранее. Поэтому, если вам цену обосновывают за счет игр, типа, смотри, сколько у меня игр на профиле, можете смело торговаться, потому что в будущем за пару кликов вы можете просто потерять доступ ко всем этим играм. Плюс, множество игр могут быть просто по подписке. И пока подписка работает, у вас будут эти игры. Когда подписка истечет, у вас просто перестанет опять быть доступ к этим играм. Поэтому будьте внимательны. Если же игры на дисках, то тут, в принципе, спору нет, цена обоснована. В общем, такая вот ситуация. На самом деле, я рад, что люди понимают смысл в консолях, понимают, что лучше расстаться с этим поколением, чтобы купить новое, которое, в принципе, содержит и это поколение за счет обратной совместимости. И, в принципе, на мой взгляд, при такой ситуации, когда вы продаете Xbox One и покупаете Xbox Series, вы ничего не теряете, а лишь приобретаете. Единственный вопрос, продавать лучше сейчас или потом? Я, наверное, все-таки отвечу сейчас, потому что потом может быть просто крах цен. То есть, если поставить официальный ценник на Xbox One X в 20 тысяч, то за 20 тысяч вы Xbox One X уже никогда не продадите. На этом, в принципе, все. Вот так вот видосик. Если вам понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение на этот счет и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok